Взрывы газа в жилых домах все чаще происходят во многих городах России. Последствия этого очень печальные – разрушенные дома и поломанные жизни. Каждый год из-за взрыва газа погибают несколько десятков человек. Так, например, 8 сентября в Ногинске взорвался девятиэтажный дом. По одной из версий произошедшего, жители использовали газовую плиту для обогрева помещения. Первое – выжигает кислород, в результате чего может произойти затухание. Значит, комфорок с последующим выходом газа и взрывом. А второе – выжигает кислород, угарный газ выделяется. Плиту необходимо использовать только по назначению и ни в коем случае не оставлять газ зажженным на целые сутки или даже на ночь. Важно также запомнить, что замену и ремонт газового оборудования могут выполнять только работники газовой службы. Нельзя этого делать самостоятельно. Раз в год сотрудники обязательно проверяют в домах исправность работы газа. Если не открывают квартиру, мы приходим, оставляем уведомления о том, что был слесарь газовой службы. Также мы повторно ходим по этим адресам по несколько раз, пытаясь добиться того, чтобы доступ был стопроцентный. Чтобы избежать беды из-за утечки газа, специалисты рекомендуют устанавливать в квартире или подъездах специальные датчики и сигнализаторы загазованности, а также приобретать плиты, защитные системы и газконтроль. Также нужно запомнить несколько правил, если у вас в доме газовая плита. Чтобы всегда плита была чистая, соответственно, в случае запаха газа незамедлительно обратиться в газовую службу, открыть форточки, проветрить помещение, звонить по телефону 04, значит, с сотого телефона 104 или 112. Также при появлении специфического запаха в помещении необходимо перекрыть все краны на плите и газопроводе. Звонок в аварийную газовую службу бесплатный с любого телефона и в любое время суток. Светлана Ярунова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.